Здравствуйте, уважаемые коллеги! Посмотрите, как я размножал свою диплодинию. Вот перед вами диплодиния, вполне удачный эксперимент по черенкованию. Неплохо получилось, ждет весны и будет цвести. Но не всегда диплодиния хорошо черенкуется. Посмотрите, вот еще один эксперимент. Вот, пожалуйста, черенок прижился, все, идет новая веточка. Как мы ее черенковали? Да просто. Черенок ставили в почвенную смесь и накрывали банкой. Вот так же, вроде бы, черенок прижился. А вот перед вами неудачный способ. Неудачное, так скажем, получение цветущего черенка. Таким образом, получается, что диплодиния не всегда идеально, скажем так, черенкуется. И сегодня мы с вами попробуем несколько другой способ черенкования. Давайте посмотрим, как мы будем это делать. Ну, пока мы с вами идем к моей диплодинии, посмотрим те цветочные заросли, которые, значит, нас с вами сейчас окружают. Вот то материнское растение, с которого я постоянно беру черенки. И я заметил, что получаются корешочки вот на месте, так скажем, появления листочков. И я вот сделал такой вот домик, посмотрите, вот. И сейчас наполню его почвенной смесью. И предполагаю, что здесь, уже непосредственно на материнском растении, здесь у меня будет получен корешок. И впоследствии я этот черенок отрежу и пересажу в новый горшок. Ну, давайте наполним его почвенной смесью. Посмотрите, ничего хитрого я вроде бы не сделал. Теперь надо нам полить. То есть постоянно нам придется держать вот эту почвенную смесь в таком вот контейнере во влажном состоянии. И я предполагаю, что именно тогда мы с вами получим корешки. Ну, вот, посмотрите, я подготовил еще один такой стаканчик. И есть у меня, вот тут вот, вроде бы я посмотрел, несколько таких вот веточек, которые как раз подойдут нам для получения черенков. Ну, давайте точно так же закрепим этот пластиковый стакан и наполним его почвенной смесью. Посмотрите, я закрепил новый пластиковый стаканчик. В середине у меня мой новый черенок. Ну, и поливаю эту почвенную смесь. Надеюсь на получение корней. Предлагаю вам следить у меня на канале, как будут получены корешки с этих черенков, которые у нас находятся на материнском растении. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео.